Гомеля с 2016 года, это вот начало было с Павлом Ждановичем, делали первую подборку, по-моему, в районе 200 фотографий. А в этом году по просьбе ветеранов, афганцев, сделали подборку такую, которую никогда мы не показывали, связанную с самыми тяжелыми моментами, это гибель друзей, раненые, потом боевые действия, несколько фотографий присутствуют технические. Что такое техническая фотография? Это когда погибших ребят снимали для опознания. Тут вот существует одна фотография, на самом деле комплект был из 20 фотографий, но я оставил только одну. Технические фотографии по подбитой технике, это техника погибала, снимали с нее вооружение, снимали номерные знаки, и техника уже шла на списание. Фотография, которая связана лично со мной, это 1987 год, гибель разведки на Алихеле. Вот фотография на позади, это 6 ребят за полчаса до гибели. Всего три фотографии, две фотографии, где они живы, и одна через час после гибели. Они небольшого размера вообще изначально, но сейчас существуют программы, которые позволяют из маленьких, низкого качества фотографий делать вот такого формата. И в прошлом году Союз ветеранов города Мурманск подарили программу переложения старых черно-белых фотографий в цвет. Сейчас вот очень много, почти все фотографии, они переложены в цвет. Только несколько фотографий, которые изначально в цвете. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая тоже бессмертна. Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как истинно любили, Как верили в себя. Чемоданы мы везли домой. Можно здесь увидеть все, Как сами за собой. Сегодня ты, завтра я. И я вот, знаете, много лет прошло, Я помню две фамилии. Это Виталик Высоцкий, Он лежал со мной в спецотделении. Ему пуля прошла сквозь голову. И вот мужик все, кто ходили, Мы помогали ему. Врач у нас был такой, майор. Вот он сделал такие операции на лице, Что у людей потом даже и не оставалось, Скажем так, следов. Вот фамилию я его помню. Алафинов до сих пор. И запомнил я парня такого по фамилии Ведменьев. Парню осколком снесло верхнюю нижнюю челюсть. Вверх, вниз, нос, оторвало язык. И вот мы его забирали с машины, Мы уже были ходячие. У него вот кожа от подбородка, Она вся вот лежит на простыне. А все остальное, Это просто вот дырка в голове, Залитая йода. Я не знаю, Что они с ним делали, Как они... Я уже выписался. Но я хочу сказать спасибо тем медикам, Которым... Он жив остался, да? Он жив остался. Слава Богу.